Нурбек Болотов Спортсмен, режиссер, каскадер и актер Его последняя работа в Национальном русском театре драмы Он ставил сцены с драками в спектакле Марата Амираева «Романтики» Боевые постановки в театре кино в его жизни появились не сразу В самом начале был спорт Черный пояс по Тек-Ван-До, чемпионство Кыргызстана в этом виде единоборств Был спортсменом И потом друзья говорят, ты хорошо дерешься, получается у тебя И статично, красиво бьешь Попробовал фильмы отработать И с этого и началось Друзья начали фильмы снимать Тогда я начинал с мостовки с Чингисхана По-моему, тут в Визбискеке работал Быть актером-каскадером Это не просто уметь эффектно падать В боевых сценах кино Или красиво скакать на лошади Чтобы пополнять свою фильмографию В том числе и кассовыми голливудскими фильмами Нурбек постоянно трудится в зале В триковом искусстве Кто приходит сюда зарабатывать Те долго не держатся Потому что думаю, да, в кино ты красиво В костюме сидишь, что-то делаешь А как сегодня, если вы видели Это простой ежедневный труд И посмотрел, нюансы надо и по новому расти Сейчас и методика растет Сейчас даже и высотные падения на тросах делают Выдергивают, столько матов там встаивают И простой труд А потом только на площадке ты себя чувствуешь Более-менее естественно, нормально Как тебе подобно А остальное все как у спортсменов Как у этих болеронов То есть, как бы, ежедневно постоянно работать надо Фильм 47 Ронинов с Киану Ривсом В главной роли одного из самураев Толстенького башо дублировал Нурбек На этом всем все хорошее Сейчас звучит музыка Я потом сажусь на конях И ускакиваю Если видите, что его издалека показывают звезду Или сзади Или на общем плане Считайте, делает дублер Там уже понятно все А не только вот там Он кувыртнулся Ставил лицо, показал все на этом Когда снимается сцену боя В пару с голливудским актером Обязательно поставят Самого подготовленного каскадера Надо уметь контролировать каждое движение Чтобы нечаянно не разбить звездное лицо Причем останавливать удар резко нельзя Надо же, чтобы все выглядело естественно Скажи, по голове рубят Они тебя вот так отрубят А ты бьешь там определенное Сюда, например, плечо Он уже знает актер, что ты подержишь По ноге, значит, сюда Уколу, значит, показываешь Что ты его бьешь Не так быстро там По голове он пробьешь Там, хап, тормозишь ровно За счет дыхания этого все делается Фильмографии Нурбека 34 картины Большинство местного и казахстанского производства Снимался он в дозорах Бекмабетова Исторических фильмах Кочевник, Чингисхан Монгол У японцев, итальянцев, голландцев Нынешняя работа – сериал Марка Пола Помимо каскадерских трюков В этой картине нашлось применение Еще одному яркому таланту Нурбека Дрессури Там Нурбек признается Обуздывать норов диких животных Ему нравится больше всего На площадке Марка Пола Пришлось работать с дикими яками А для одного казахстанского фильма Он дрессировал волков Там были три диких волка Там просто огроменный вольер Сзади делают синее полотно И на фоне снимают Может, вставляют Риск есть И сейчас есть соточник, к которым более людям привыкли Я их не растил, я их не знал Просто приходишь Нужно контролировать себя Свой адреналин Отпочечники не должна Дендалин выделять Тогда он работает с тобой А если ты начнешь броняться Он съест У нас же крызы В Китае когда работают На фильме «Монголы Бодрова» У нас говорят А, эти китайцы называли Этими брутами, волками А, говорят, волки приехали Они говорят Много мяса едят Там это В Китае у них казнь есть Когда говорят Если хочешь, чтобы муж мало жил Кормил его мясом Туда, говорят, крыза послать Она будет много жить Его жизнь и работа Это нескончаемые съемки Трюки Только вернулся из степи Казахстана Где провел 7 месяцев Смеется Говорит, надо приезжать Чтобы хоть маленькая дочь Не перестала узнавать Впереди участие в трюковых сценах В сериале Марка Пола Затем съемки в проекте про Афганистан И еще один исторический фильм в Казахстане Его график расписан на месяцы вперед Секрета популярности Говорит нет Он просто развивал в себе то Что и так заложено генами Мы как по кочевнике На коне у нас Мы хорошо смотрим Сосидим У нас все это в крае Делать более эстетично и красиво На 47-м родина нас спрашивают Почему вы все вот так мчитесь А как надо же Вот так же скакать надо А они наконец садятся Подбирают и вот так А потом сказали А и там скачите как можете Испанцы А я думаю Что нас испанцы будут учить Как на лошадях что ли скакать